Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. В трех районах Карагандинской области объявлен режим ЧАЭС. Чрезвычайная ситуация природного характера объявлена в Бухаржураусском, Каркаролинском и Абайском районах. В городе Сарань есть проблемы, но все они решаемы. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов посетил город с рабочей поездкой. Хотите получать деньги, просто пользуясь поиском в интернете. Юверт – первая казахстанская поисковая система, которая платит пользователям. Ее разработали карагандинские специалисты. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в трех районах Карагандинской области. Из-за паводка нарушена жизнедеятельность отдельных населенных пунктов этих районов. В настоящее время потоплены жилые дома и дворовые территории в семи селах. Сильнее всего паводковые воды залили Чкалово и Садовое. Эвакуированы 137 жителей Чкалово и все жители села Садовое. Это 308 человек. Порядка 30 эвакуированных жителей села Садовое находятся в Доме культуры поселка имени Юрия Гагарина. По словам сельчан, они боятся возвращаться в свои дома, поскольку жилища небезопасны. Стены домов отсырели, а значит в них могут появиться трещины. Моим родителям построили дом после прошлогодних паводков. Но еще до наводнения этой весны здание трещало по швам. Дом не прогревался, много дефектов. Конечно, его построили за три месяца, а сейчас на стенах огромные трещины. Мы боимся туда заселяться. Слова Карышаш поддерживают и другие сельчане. Они все наперебой говорят об ужасном качестве новых домов, которые были построены после паводков прошлых лет. Я приехал жить в Садовое в 1998 году. С тех пор наступит каждые 2-3 года. В последний раз сильно затопило в 2015 году. Нам частично построили дом. Но его качество оказалось ужасным. У нас стены постоянно сырые. Дети болеют, мы тоже. Каждый год государство тратит на строительство деньги. Не лучше ли было бы просто переселить нас? Местные власти о затопленных домах пока и не думают. Самое главное для чиновников – не допустить человеческих жертв. А между тем в Садовом пока еще остаются жители. Они отказались эвакуироваться и живут в палатках и машинах. Когда возникла данная ситуация, они туда эвакуировали. Мы предлагали им эвакуироваться в село Гагарин, оставить скот, потому что там возвышенность, и скоту ничего не угрожало. Это не угрожало. Они сами изъявили желание. Сейчас по палатке вопросы местных власти решаем. Период весеннего половодия в самом разгаре, заявляют чиновники. В связи с этим в трех районах области объявлен режим ЧС местного масштаба. В трех населенных пунктах – Карагайлы и Кайракты, отделении 1-е мая сельского округа Туздэ – остается угроза подтопления. К селу Шопа и вовсе дороги нет. В области размыто 8 участков автомобильных дорог. Из-за перелива закрыто движение на участке Караганда-Каркаралинск для всех видов транспорта. Аварийно-спасательные работы продолжаются. В них задействованы более полутора тысяч человек. 555 единиц техники. Айя Мамрина, Жасулама Кубеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов посетил Сарань с рабочей поездкой. Глава региона ознакомился с деятельностью некоторых промышленных предприятий и осмотрел одну из местных школ. Отдельное внимание было уделено благоустройству дворов и ремонту дорог. Гидротехническое сооружение на Саранском водохранилище в бассейне реки Карагандинка стало первым пунктом визита Акима Карагандинской области Ерлана Кушанова в город Сарань. И неудивительно, учитывая паводковую ситуацию в регионе в последние дни. Аким Сарань Анатолий Шкарупа доложил, что ситуация стабильная, но полностью угроза не устранена. Во время посещения фирмы 3К «Бетон» обсуждалась проблема отсутствия нормального подъезда к предприятию. Трудности с транспортировкой продукции не позволяют увеличить производство. На строительство дороги требуется около 70 миллионов тенге. Аким Сарани сообщил, что в городском бюджете заложили часть необходимой суммы и будет решен вопрос с недостающими деньгами. До ноября планируется построить дорогу. «Теперь проблема у нас с этой дороги. А у него есть альтернативная дорога через город. И сейчас у него проблемный вопрос, чтобы эту дорогу полностью отремонтировать. Мы просчитали расчетную смету. Перевод «Белое шоссе» у нас получилось 68 миллионов. По уточнению, в июне месяце мы этот вопрос уже решили. И сделаем полностью вот эту дорогу, технологическая дорога под грузоводку. Здесь еще одна небольшая проблема. Здесь у нас двухочковая труба, 12 миллионов. Мы тоже думаем, что это положительно совершили. До ноября месяца данная дорога, как технологическая дорога, будет работать полностью. Акимобласти также ознакомился с деятельностью компании «Казцентрэлектропровод», который выпускает в том числе оптоволоконную кабельную продукцию. Предприятие работает на внутренний рынок страны и экспортирует продукцию в страны СНГ. Вы знаете, в Казахстане много кабельных заводов, но у каждого примерно разные свои секторы. И точно такого же нет, потому что у нас не только кабельное производство, у нас и цех металлоконструкции, который обеспечивает также комплексное предложение по построению сетей телекоммуникации, либо элементов строительства железных дорог, части железнодорожной телемеханики и автоматики. Ерлан Кушанов посетил Саранскую общеобразовательную школу номер 4. Здесь учатся около 700 школьников и 56 детей занимаются в классах предшкольной подготовки. Педагоги рассказали Акимобласти о главной проблеме. В школе нет типового спортивного зала. И еще 79 школ имеют такие спортзалы. То есть проблема у нас есть, не обманемый строительство, еще 15 спортзалов. Здесь два класса объединены, и сделать такое решение. Вот это дети сделали макет. Спортзала? Да, спортзала. Глава региона осмотрел двор многоэтажки по улице Жамбыло 55. На благоустройство этой территории с городского бюджета выделили около 13 миллионов тенге. Работа запланирована на май-июль. Предусмотрено асфальтирование двора и освещение. Аким города сообщил, что в Саране будет разработана программа благоустройства дворов. По его словам, за два года будут приведены в порядок все городские дворы. Мы в этом году объявили такую программу борьбы с грязью. И вот эти все дворы, здесь 10 дворов представлены, 43 дома охватывают. Эти дворы будут заасфальтированы в этом году. В этом году сколько дворов? А всего сколько дворов? Всего вот таких крупных дворов у нас чуть более 20. Половина уже... Мы вот такие крупные объекты. Мы обеспечить хотим, во-первых, проход, пешеходный проход. Все связки между дворами обеспечить и обеспечить внутреннюю чистоту в этих дворах. Аким области поручил рассмотреть возможность выделения Сарани трансферта из областного бюджета в следующем году на ремонт дорог. Андрей Тенес, Ламбеков, Пан Андрей Тимофеев, 1-й, Карагандинский. Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания. Программную статью главы государства обсудили на заседании актива Караганды. Участники отметили историческое значение статьи, отметив, что она дополняет программу политической и экономической реформ, ведением духовной модернизации казахстанского общества. Одним из важных проявлений патриотизма является отношение человека с особой привязанностью к родной земле, ее культуре и традициям. Это основа культурно-генетического кода любого народа, которое ее определяет как истинную нацию, а не случайно собравшееся общество. Эти слова из программной статьи президента Нурсултана Назарбаева привел Аким Караганды Нурлан Аубакиров. Ельбасы также уделил особое внимание укреплению единства народа и изменению национального самосознания. Важно не революционное, а эволюционное развитие республики. Для достижения этих целей глава государства обозначил задачи на ближайшие годы. Среди них подготовка кадров по гуманитарным направлениям. Специалистов, способных четко определить проблемы настоящего и перспективы на будущее. В ближайшие годы на государственный язык переведут 100 лучших мировых книг. Обучать по ним студентов необходимо начать уже в следующем году, отметил президент. В заседании актива города приняли участие ветераны войны, депутаты, руководители госучреждений, представители образования, здравоохранения, культуры и многие другие. О значимости межнационального и межконфессионального согласия в своем выступлении говорил председатель областного польского общества «Полония» Виталий Хмелевский. В статье представлен ряд предметных и практических указаний и мер, которые потребуют от всех нас длительной и напряженной совместной работы. Но при этом уверены, станут своеобразным плацдармом для перехода Казахстана на качественно новый уровень развития. Программные и поэтапные шаги эволюционного развития, которые предлагает совершить Нурсултан Назарбаев всему обществу в своей статье, окажутся нам абсолютно своевременными, важными и необходимыми. Эффективность начинания озвученных президентом будет зависеть от каждого казахстанца. Участники заседания актива сошлись во мнении, что обращение главы государства – это, по сути, перспективный план действий. Политическая нация, объединяющая общество на гражданской основе, создает условия для развития всех граждан вне зависимости от их этнической, религиозной или иной принадлежности. Консолидация нации на основе гражданской позиции для достижения заявленных в статье целей формирует условия для реализации национальной энергии в русло созидания и развития. Президент сказал, нужны ясные, понятные и устремленные в будущее установки. Такой установкой может быть ориентация на достижение конкретных целей с расчетом своих возможностей и пределов, как человеком, так и нации в целом. Реализм и прагматизм – вот лозунг ближайших десятилетий. Шла речь и о реализации нового проекта под названием «Современная казахстанская культура в глобальном мире». Участники говорили о необходимости использования современных инструментов информирования, технические достижения, мультимедийные средства, то есть то, что находится в тренде у молодежи и привлечет внимание большинства. Планируется осуществить отбор лучших произведений национальной культуры. Андрей Тенул, Жасгабасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. В Казахстане появился аналог зарубежных интернет-поисковиков – Юверт. Так называется первая казахстанская поисковая система, которая будет возвращать пользователям деньги. Ее разработчиками являются карагандинцы – Ренат Хисамов, Александр Дяков и Константин Злобенко. Авторы проекта уже получили патент. Сейчас Юверт работает в тестовом режиме. В ее базе зарегистрировано более 50 казахстанских сайтов. Мы его с тобой получили. Я тебя поздравляю. Вот такой вот хороший. Разработчики отечественной поисковой системы поздравляют друг друга с получением патента. По их словам, данный документ доказывает, что аналогов в Казахстане этому продукту нет. Это единственный отечественный поисковик, который вскоре может составить конкуренцию мировым брендам. На его разработку изобретатели потратили 20 миллионов ценге. Сейчас поисковик работает в бета-режиме. Для его полного внедрения нужны дополнительные инвестиции. Самая главная цель заключается от этого поисковика, от конкурентов, от Янглс, Гугл, Майору. То, что поисковая система Юверт будет возвращать пользователю деньги путем полученной от рекламодателей. То есть то, что компания заработает, часть прибыли будет возвращаться нашим пользователям за доверие, за то, что они потратили время на данный продукт. Денежные выплаты от 500 до 5000 тенге смогут получать только зарегистрированные пользователи. Заработанные бонусы можно потратить на оплату услуги связи, покупки в интернет-магазинах и многое другое. Еще одним преимуществом, по словам разработчиков, является информационная безопасность. В данный момент к нам поступают разные предложения, в том числе о выкупе авторских прав иностранными компаниями. Однако мы их не рассматриваем. Единственное, можем рассмотреть вариант привлечения иностранных инвесторов. Но авторские права должны быть за нашей страной. Ведь только так мы сможем перечислять налоги именно в наш бюджет. Сейчас на сайте uver.kz открыта предварительная регистрация. Разработчики проекта намерены и дальше развивать поисковую систему, пополняя базу новыми сайтами и компаниями. Однако самое обидное, что пока поддержать отечественный продукт спешат далеко не все. Сотрудники областной библиотеки имени Гоголя отметили День Баян-Сулу и Хозы-Курпеш. В этом году День влюбленных праздновали с размахом. Организаторы заявили, что целью мероприятия стала популяризация праздника среди молодежи. Хотя День Святого Валентина прижился повсеместно, особенно в молодежной среде, многие продолжают скептически к нему относиться. Поэтому в Казахстане предложили своей и молодежи отмечать праздник с национальным колоритом. Библиотека имени Гоголя не осталась в стороне. Ежегодно здесь проводят мероприятия, посвященные Казахстанскому Дню влюбленных. В этом году библиотека совместно с кинотеатром Саржайлау отметили мероприятие в нетрадиционном формате. И поэтический клуб Жиржаухат, который работает более 10 лет в нашей библиотеке, сегодня хочет показать нетрадиционный формат данного праздника. Поэты, молодые поэты нашего клуба, которые соединили свои судьбы именно в данном клубе, решили показать молодежи, что значит любить, что значит любовь вообще в целом. Жадра Байбуланова является участником этого мероприятия. Она считает, что новый День влюбленных не просто перенос события с одной даты на другую. По мнению Жадры, сам праздник должен стать другим. Связанный с народным эпосом, он призван показать чистоту и красоту любви. Мы хотим 15 апреля превратить в общий праздник. Наш вечер проходит в нетрадиционной форме. Среди участников нет никаких ограничений. В качестве участников пригласили известных аквинов и певцов со своими супругами. Будет небольшая сценка. Участники расскажут о своей первой встрече с возлюбленными. С 2011 года, 15 апреля, в Казахстане отмечают свой День влюбленных. День Баян-Сулу и Козы-Курпеш. С каждым годом этот праздник стараются отмечать насыщенно, с учетом нашей культуры, обычаев и традиций. 50 молодых стражей правопорядка дали торжественную клятву служить народу. Погоны с заветными лейтенантскими звездочками получила немало представительниц славого пола. На торжественном мероприятии приведение к присяге побывала Фариза Улбаева. Под военный марш почетный караул пронес флаг страны перед строем, а в строю 50 молодых сотрудников полиции. В этот день они дали клятву на верность родине. Из них часть пополняют ряды дорожно-патрульной полиции, остальные будут работать следователями, дознавателями, криминалистами, участковыми, инспекторами, оперуполномоченными. Стоит отметить, что среди будущих полицейских присутствует и слабый пол. Айнур Исаханова в своей 21 уже пополняет ряды стражей порядка. Достойно служить отечеству Айнур решила уже в детстве благодаря примеру родителей. Для себя лично расти в карьерном росте, получить знания, какие еще возможно. Дальше хотел бы учиться на юридическом, дальше на высшем, чтобы выше идти на карьерный рост. С принятием присяги новобранцев поздравил начальник областного департамента внутренних дел Мергембайжаппаров. Он выделил главные качества казахстанского полицейского. Беззаветная любовь к родине, высокая сознательность, непреодолимая сила духа и правовая грамотность. В преддверии 25-летия казахстанской полиции в наших рядах правоохранительных органов пополнение. На таком большом мероприятии 50 сотрудников приняли присягу. 10 новобранцев по приказу министра внутренних дел получили погоны лейтенанта. Я надеюсь на их верную службу и хочу, чтобы каждый из них оправдал возложенное на них доверие населения. Важное событие для сотрудников продолжили показательное выступление. На глазах у гарнизона спецназовцы показали способы обезвреживания опасных преступников. Порадоваться за своих предшественников решили и кадеты 91-й школы. В будущем они тоже видят себя в рядах казахстанской полиции. Да, конечно, хочу. Я собираюсь после 9-го класса поступать в Суворовское училище. Еще не выбрал, где именно, но собираюсь учить в Казахстане. После обычных наших уроков кадетские занятия. У нас там дизайнер-цветовод, кружки математики английского языка, строевая подготовка, огневая подготовка. Подобные строевые смотры проходят два раза в год – весной и осенью. В то же время во всех подразделениях органов внутренних дел одновременно полицейские меняют форму одежды. В этот раз теплую зимнюю стражи порядка сменили на летнюю. Фариза Улбаева, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Полк Дорожно-патрульной службы УВД Караганды объявил о приеме на службу на должности полицейский, полицейский водитель. Основные требования – возраст до 25 лет, среднее либо среднеспециальное образование, служба в армии либо обучение в военно-технической школе, наличие водительского удостоверения, отсутствие судимости. В Карагандинском управлении внутренних дел отмечают, что все полицейские имеют льготы и социальные гарантии в соответствии с законодательством. Претендентам на должность обещают стабильную и своевременную заработную плату, уровень которой зависит от выслуги лет. Оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 дней. Возможность выхода на пенсию после 20 лет службы. Кроме того, предоставляется бесплатное медицинское обслуживание, включая членов семьи, а также компенсация съемного жилья. По всем вопросам предлагают обращаться по адресу улица Ермекова, 118А, кабинет номер 12. Телефоны указаны на экране. Компания Караганды-Жарых продолжает работу по установке общедомовых приборов учета электричества. Такая мера не обойдет стороной ни один многоэтажный дом. Энергетики заявляют, что плюсы налицо. Это и безопасность, и улучшение качества. В настоящее время около 350 жилых зданий оборудованы подобными средствами измерения. Четырехэтажный дом номер 66 по улице Ишимской в прошлом году был оснащен общедомовым прибором учета электрической энергии. Долгие годы электросети в доме испытывали большие нагрузки. И все из-за того, что здесь нет центрального отопления. Жители, уставшие от постоянных коротких замыканий, решили принять предложение Караганды-Жарык. Произвести полную модернизацию внутридомовых сетей. Старший по дому Елена Витвинчук оценивает высокое качество работы. Да, у нас провода абсолютно все новые. Там хорошее стечение. Нам подсказали, какое что надо брать. Мы все это купили. И теперь у нас нет такого, что греется или еще что-то выбивает рубильники. Вот этого уже такого нет. Общедомовой прибор учета электроэнергии работает в одной схеме – с индивидуальными счетчиками. В конце месяца показания суммируются. Полученная сумма вычитывается из показаний главного счетчика. Разница, которая образуется за счет работы, осветительных приборов в общедомовых помещениях равномерно распределяется по количеству квартир. Дома, построенные в советское время, тогда еще не было таких мощных электроприборов, электроборудов, которые используются у нас сейчас. Поэтому сразу уже производится модернизация сетей. То есть уже провода рассматриваются более большого сечения, автоматы, более больших номиналов. Это в первую очередь улучшение, обновление сетей. Второй плюс – это качественная подача электроэнергии. То есть уже нету частых отключений. Приобретение счетчика и модернизация электрических сетей обошлись жителям не столь в большую сумму. Деньги люди собирали на протяжении трех месяцев. Мы всячески помогаем, оказываем содействие всем старшим председателям КСК. Мы всячески стараемся подойти к этому вопросу всесторонне. То есть, чтобы потом у людей проблем не возникало. И те дома, где стоят ОДН, и где произошла модернизация сетей, где все квартиры приведены в порядок, люди лишние деньги не платят. Согласно правилам использования электрической энергии, потребители устанавливают коммерческий прибор на разделе сетей. При этом цена общедомовых электросчетчиков в специализированных магазинах колеблется от 32 до 37 тысяч тенге. Караганды-Жарык активно агитирует население на установку общедомовых счетчиков электроэнергии. Фариза Улбаева, Исламбекус Пан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде открылся второй мужской салон «Барбершоп». «Барбершоп» – это не просто парикмахерская, это мужской клуб. Помимо стрижки и бритья, мужчины могут приятно провести свободное время. Выпить чашечку чая, кофе, почитать мужские журналы и пообщаться на любимые темы. Владельцем уникальной цирюльной является молодой карагандинец Алишер Абиш. Красную ленту нового барбершопа перерезал известный бизнесмен Ерлан Ашим. Владелец мужского салона Алишер Абиш специально доверил эту миссию успешному основателю компании «Натиже». С его легкой руки выпускник казахско-турецкого лицея Алишер планирует развить культуру барбершопа в Казахстане. В будущем я хочу развивать настоящую сеть барбершопов. Ведь один или два таких заведений не смогут развить эту культуру. Так что это только начало. В моих барбершопах и трудятся исключительно мужчины. Это парикмахерская, где царит мужская атмосфера. Здесь вы можете получить услуги – стрижка, оформление бороды и традиционное влажное бритье. Впервые барбершопы пришли в Казахстан 5-6 лет назад. Их история начинается с незапамятных времен. Цирюльни – так раньше назвали подобные заведения в Америке, Италии, Англии. Молодой бизнесмен загорелся идеей привить эту культуру в нашей стране, обучаясь в Соединенных Штатах. Я сам начал интересоваться. Как в Казахстан приехал, уже начал в интернете искать. К сожалению, в то время ресурсов очень мало было. Да и в то время в Казахстане вообще два барбершопа было. Барбер – специалист, который знает толк в придании уникального и при этом модного стиля растительности на мужской голове и лице. В честь открытия в роли барбера выступил сам Алишер. Он показал посетителям методику влажного бритья. В работе, по словам предпринимателя, он использует только качественную брендовую косметику. Это вторая студия барбершоп в Караганде. Алишер, можно сказать, первопроходец. Первую студию он открыл в прошлом году. Она расположена возле театра имени Сакена Сифулина. У него уже есть постоянные клиенты. Это семейный бизнес. Цены в барбершоп тоже приемлемые. Опытные мастера могут обслужить как бизнесменов, так и студентов и пенсионеров. Адрес нового салона вы видите на экране. Айем Амрина, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Ну что, решаем. Все отлично. И еще об одном. Очередную боевую ничью провел Карагандинский футбольный клуб «Шахтер». 16 апреля на поле Тимиртаусского стадиона «Металлур» горники принимали Кустанайский табул. После жесткой борьбы матч закончился со счетом 1-1. С самого начала матча гости начали вести агрессивную игру. В первые 15 минут «Шахтеру» пришлось произвести две вынужденные замены. На поле вышли Ильнур Мангуткин и Оралхан Омертаев. Счет удалось открыть лишь под занавес первого тайма. Навес Альмира Мухуддинова в штрафную площадку оранжево-черных привел к автоголу. Перерыв принес пользу дружине Алексея Еременко. И через три минуты после начала второго тайма горники сравняли счет. После подачи углового гол забил нападающий «Шахтера» Дауренбек Тажимбетов. В течение второго отрезка игры у каждой из команд был шанс забить гол. Однако каждый раз мяч либо пролетал над перекладиной, либо защитники отрабатывали по полной. Матч закончился со счетом 1-1. Комментируя итоги игры, наставник «Шахтера» Алексей Еременко заявил, что команда билась до конца, несмотря ни на что. Следующую игру в рамках чемпионата горники проведут 29 апреля. На своем поле «Шахтер» будет принимать одного из лидеров чемпионата – шимкенские ордобасы. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау Волстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова